Всем привет, с вами Sargas. Сегодня я расскажу о том, как научиться видеть энергию. Но вначале я хочу поблагодарить всех, кто пришел на мой мастер-класс, посвященный денежной магии. Надеюсь, что вы почерпнули для себя много нового. Его запись доступна по ссылке, которую вы видите на экране или в описании под видео. В ближайшее время я планирую записать серию роликов о денежной магии. Мастер-класс не всем по карману, а информации там много. Я поделю представленную в нем информацию на темы, дополню их и сделаю отдельные тематические видео. Итак, вернемся к нашей теме. Большинство начинающих, получая первые результаты, страстно желают найти доказательства того, что они не сошли с ума и что магия действительно существует. Как правило, я рекомендую лепить шарики. На мой взгляд, это достаточно веские доказательства, однако не все верят своим тактильным ощущениям. Многим хочется не просто пошупать, но еще и увидеть. Да и вообще, рано или поздно нужно начинать учиться видеть как энергии, так и тонкие планы. Маг не может всю жизнь работать вслепую. Я приведу примеры простых практик. Вам не нужно по ночам шататься по кладбищу или заливать в глаза сок лимона. Медитировать в саду тоже не обязательно. Первый опыт видения энергии проще всего получить следующим образом. Вам нужно включить на мониторе чистый белый лист. В этом вам поможет пустой текстовый или графический редактор. Для тех, кто путает системный блок и процессор, а такие, как ни странно, до сих пор существуют, причем не только в глухих таежных деревнях, объясняю. Откройте Word или блокнот и разверните на весь экран. Если вы все равно не поняли, о чем я говорю, то просто возьмите белый лист бумаги. Вытяните перед собой руку, растопырите пальцы и смотрите сквозь них. Старайтесь расфокусировать взгляд и смотреть как бы между пальцев. Вокруг пальцев вы увидите некое подобие марева. Небольшое искажение картинки в паре сантиметров вокруг пальцев. Это эфирное поле. Если вы чувствуете энергию, то можете ощупать это марева другой рукой. Итак, вы впервые увидели энергию. Поздравляю! Теперь вы можете тренироваться, стараясь увидеть эфирное поле людей вокруг их головы. Есть еще одна практика в дополнение к созданию энергетического шарика. Видя о том, как лепить энергетические шары, вы можете посмотреть, перейдя по ссылке на вашем экране или под видео. Вам нужно выключить свет и сидеть в полной или практически полной темноте. Когда вы создаете энергетический шар, вам нужно постараться увидеть его. В темноте он может слегка отличаться по оттенку, быть чуть темнее или чуть светлее окружающего пространства. На самом деле энергетический шар немного меньше, чем ощущается тактильно, поэтому не удивляйтесь, когда увидите шарик несколько меньше, чем вы его представляете. Думаю, на этом можно закончить. С вами был Sargas, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, заходите на наш сайт. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok